Дальше мужчина начинает изменять. После свадьбы слетает маска всегда. Мена Луиза Сорла, Мена Луиза Хан Шах. Герой любовник. Луиза сеге кереген мест. Я не горжусь тем, что я казашка и разговариваю на русском языке. Рина выплакала сегодня рвет. Есть такое ощущение, что в нашей стране личные амбиции мужчин всегда ставятся выше. Да. Я мужчина, я ставлю свои амбиции всегда выше. Я карьерист, ставлю карьеру на первую очередь. Но у нас такая серия тип. То, что если девушка выходит замуж, все, она должна отказаться от своей карьеры, амбиции. Должна родить ребенка и за ним ухаживать. Неплохо иметь амбиции. Это, наоборот, хорошо. Но самое главное не ущемлять права женщины. То есть, никто тебе не говорит о том, что ты должен быть ниже женщины. Вообще, я считаю, что, естественно, ведет тебя твой мужчина. Несмотря на то, что мы часто говорим о гендерном равенстве, что у женщины и мужчины одинаковые права. Но, тем не менее, мужчина не должен запрещать девушке, по моему мнению. Потому что обрезать ей крылья и говорить, что все, я буду работать, гулять и так далее. А ты будешь сидеть дома, рожать мне детей, убираться, готовить кушать. И ничего не представлять из себя как личность. А дальше мужчина начинает изменять. Потому что она уже не интересна как девушка. Когда я читала ему отличную задачу роль цены, то есть же банк дичьл. Амбиции обычно и другую задачу запис Zehru. И у нас есть упражнение. В2021 то, что это очень большинство будет с Ю manque своих. Но после этого он не можетctorsет себя искать, потому что в том числе он самостоятельный выставок останется в какой-то время, среди самостоятельно в ст等е в другую группу. Но если он можно обеспечить и они не вытаскивать, то он может делать. Я думаю, что компромисс в область. Я забыл тэп, что достаточно хорошо. В общем, вы сами видите, что это褄� дает репша, чтобы ты вытаскиваешь обновленность, кто вытаскиваешься, или ты обослужаешь, выбирать ее, чтобы она ей есть у год. Если вы чуть-чуть своей работе, то есть, возможно, у меня есть компромисс. Могут себя отражать свою карьеру, но надо обращать семью, но даже с моей девочкой, RI две недели. Вот я говорила, что ты все уйдел и отраться. И как будто, как будто рабыня на узне. Рабыня, горничная. Я горничная. Компромисс был гелик, я басса, и чтобы, допустим, можно же разговаривать вот так, типа, Жан, давай вот, бугун, там, бармайсн, да, вот мне так кажется, что лучше, там, чтобы ты дом посетил. Там, если она скажет, нет, Жан, я там хочу сходить, но это не потому, что ты мне так сказала, а потому, что я так захотела. Типа, умнее быть. Потихоньку, да, да, да. Я до 17 лет был типичным подростком, да, учился в казахской школе, был таким, типа, козы, идё утра, нифига себе, типа, у меня такая была мечта, типичный казах. Там 80% мужчина. Да, я думаю, я пойду в Финпол, буду зарабатывать бабки, и моя жена будет дома сидеть, и так далее, но поменяв свое окружение, мышление меняется. Я представил такую ситуацию, у меня есть дочь, которую я люблю, в которую я вкладываюсь, образование, какие-то амбиции, и приходит какой-то чувак и говорит, типа, Мадина, ты будешь дома сидеть, забудь там про карьеру доктора, нет, нифига. Я скажу ей, ты подумай, она человек, как и ты, у нее есть свои амбиции, почему она из-за тебя должна все забрасывать. Окей, сейчас бар, 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 а почему, действительно, вот просто всегда в такие моменты мужчина должен ставить себя на место отца. Или, допустим, вот у тебя есть сестренка, и твою сестренку, да, там, берет в жены мужчина и говорит, все, там, меня не волнует, что у тебя есть родители, друзья, там, личные интересы, ты будешь сидеть дома и исполнять мои прихоти. Любой нормальный, адекватный брат или отец, естественно, он этого не допустит и не позволит, поэтому всем нужно понимать вот это вот, ставить себя на место. Ну, просто нужно всегда компромисс, всегда баланс. Как мы сказали, восточный мужчина, мы всегда хотим, чтобы мужчина был главнее, я этого тоже хочу. Я с таким же мышлением восточного мужчины, но более адаптированной современности, мы не можем тоже говорить, типа, сидеть дома, потому что, ну, как ты сказала, человеку будет скучно. Ты приходишь, во-первых, ты уставший с работы, жена сидит, говорит, ты где был, давай поговорим. Она пять лет дома сидит, никак не развивается. У тебя будет просто интерес к ней гаснуть, появится какая-то VIP-позажка на стороне, которая скажет, ну, Джан, ну, и вот все, все это начнется, так же нужно это всегда думать. Просто я не знаю, что это будет. Когда у тебя клиентов. Когда ты говоришь, можно было бы. И то, что ты писать. Куда ты proseхи и души говорит так möchte. Да. Все нужно, вот будут conflates. Тогда у тебя она involved. Таких, что ты словишь, ты законный. Ты узел. Я не läbro. Ты взялaina основounded которая bizi играть в их телефоне. На ahí место ты outlineuyu? Мне всегда понравилось это, что я с вами был. Мы с вами работали за очки. Но в этом плане мы с вами плашетку и смотрели его кадр, Махават, энергии, ассоциации. Этимоносфера нахрена и отбросила. Сейчас я сказал, что Махават из Фёмка келдик, Махават оян. Я стал делать это. Мне тогда не было, не было. Да, не было. Болган дейм-болган емес. Без на берегу келіс валдық дейдіңыз. Келістік, что ең басты арамыздағы бірімізге деген сенім, бірімізге деген түсінік. Екеміздің мінездеріміз өте ағатты келет бір-біріне дополнение деген сияқтышы. Осыны табу, этот момент очень важный, я считаю. Поэтому, если люди нашли общий язык, если у них характеры схож или они дополнение друг друга, они могут решить эти проблемы по-любому, а зачем человеку связывать свое будущее с тем, чье решение ты не хочешь принимать? Это не другое человек. Нету общих целей. Да, зачем это человеку тебе вообще нужен? Біздің жаңағы тез тіл табысып кеткенімізде судаң болар. Мы біріңізге айттық, енді өнер болганген, әрине, біріңіздің тағдырымымызға балташа болмаймыз. Ол маған түспейдеп айталмайды, мен оған еш уақытта түспейсін деп айталмаймыз. Сондықтан белгілі бір фильтрацияның өткізіп, біріңізге түсіндістікпен қарап жаңа компромисске бар. Тек сондай шарттармен ғана жұмыс жағын шештік. Ол фильтрация қалымен? Фильтрация дегенде ол біріншедер менің емек келім, менің атанама келім болып түседі. Менің артындағы нелеріме, қарымдасыма женге болады. Ол кейін, мен мақтанам оның жұмыстары мен, мысал. Осында келіндеріңіз кеноға түсті, қарасаңыз болады, деп ал, қара бұтырған кезе жаңағыдай сахна болса, мен жердің асына кірімгемейді, сондықтан ондай сахналарға мен қарсы болам. Мен өзім де қаламаймыш табы, оның туысқандары ол жақ кейін, мені әкрандан жаңағыз басқа ғызбен құшақтасып, сүйіскенің көргені мен қаламайым. Сондықтан менде ол жағынан өз-өзіме де тейін салым, одаңда сонда кішкене талап еттім. Ал егер болашақта, башқыңызда проект мечті, роль мечті деп тұр, ең атақты әсі. Волливудта? Да, әдің әлсенгенден жарып шығатын кен ол. Сен біліп тұрсын, бірақ тайтатты ермек, ой жері сені пақтау көрек, сүйі-сүйі көріп деген сияқты айтатын бұсы. Мен өлем, жақтып. Білмем, өз-өзіме осыдан кейін бұлай аштықанда принцип қойдым. Мен үшін ең басысы, мүмкін келіспетінші арқы қойысы, бірақ мен үшін ең басысы отбасы. Отбасы. Бірінші орында. Бұл оларда,ке мәлбір түше бұл лалында, мүмкін келгі мүмкін келгі мұмкінדі. Сен өзінші қайта,а қыз. на русском я когда была в отношениях мы вот последние мои отношения мы договорились с моим молодым человеком что он не запрещает мне сниматься в кино потому что я ему объяснила что для меня это реально это не просто работа это не просто там влечение временный тогда для меня это реально моя жизнь просто то есть я без этого не могу и он меня в этом поддержал единственное что он сказал это то что не будет гастролей другие города там и так далее и ограничение тоже по сценам определенным я была готова к этому потому что на самом деле для меня на если честно на первом месте тоже семья то есть не карьера карьера на втором месте на первом месте для меня семья заметили то что с возрастом приоритеты меня до семью потому что я помню себя 18 лет я никоим образом не думал о семье ну тоже о своих родителей конечно думают но у меня было такое мышление в 30 лет на 30 буду пахать никакой свадьбы никакой отношений потом с возрастом может это мудрость да как в определенной степени может какое-то осмысление приходит ну то самое что что семья она всегда на первом месте карьера и твоя работа не будет рядом с тобой она не поддержит тебя не обнимет а грубо говоря не даст тебе ласку но твоя жена семья даст ту поддержку которой нуждается любой человек потому что такого век когда у нас даже молодые люди переживают депрессии одиночество я помню когда наверно 22 года когда я вот начал работать продюсером у меня был такой синдром одиночества потому что я с 8 утра до 12 часов ночи работал типа у меня чисто работа работа и потом один выходной был в месяц я думал с камнем его провести я ж тупая же мозг зрывает хотя у меня друзья есть моя с ними уже не общаюсь потому что работа работа и думаешь и в чем смысл тогда работа если я так буду жить просто я не понимаю почему зачем нужно ставить что-то на какое-то место потому что все можно совмещать сейчас у нас не там боях заман да когда действительно он наши казахи мужчины считались там все вода там идет рад посуда чего там дина это нам но раньше такое было она сейчас осталось в некоторых семьях я не знаю это связано с менталитетом который еще не поменялся время время меняется а люди не меняются почему-то и сейчас такое время уже мы живем в современном 21 веке все время когда можно все совмещать и работу и семью и быть примерной невесткой я не говорю что нужно там забить на его родители не уважать их да не помогать и так далее естественно нужно помогать его родителям нужно помогать ему нужно быть хозяйкой по дому создавать уют тепло чтобы мужчина был счастливым и хотелось бы начаться домой но это не говорит о том что ты должна пахать как папа карла вставать 7 утра там до 11 ночи там убираться извините все все должна быть поддержка и понимание и 5 просто человек не должен стоять перед выбором типа либо карьера либо семья умная женщина мне кажется совместит все это и все сейчас все меняется до лучшую сторону просто есть какой-то это не из-за национальности это из-за просто в интервете мужчин некоторые есть комплексы например я с некоторыми пересекаясь такими парнями у них просто комплекс то что женщина станет успешнее будет больше зарабатывать и начинает тупо ее рубить чтобы самому выше стать чем она есть такие парни я таких много видел рубить рубить свою жену чтобы она не стала выше света я думаю если есть такие парни они очень сильно ошибаются это глупо я считаю потому что это общая цель я считаю раз семья раз создали семью они работают ради общей цели согласен что есть самореализация но сама реализация это для того чтобы воплощать общую цель в общую мечту вот для этого самореализации вот в ларди ки-жики поэтому наверное люди находят ну многие же говорят то что творческие люди не хотят встречаться с другими творческими людьми есть определенные плюсы есть минусы но до этого времени у меня был такой барьер трица нет я найду обычную девушку из обычной профессии потому что это какие-то минусы да с ее жизни все графиком я не хотел хоть ну потому что есть ревность и так далее но повстречаться с девушками за обычных сфер я очень часто сталкивался с этим моментом то что они не понимание с моей работа моя работа очень специфическая я работаю как там продюсер и надо как режиссер как маркетолог как event директор концерт организовать что-то снять и так далее и я пропадаю там вечерами и ночами да и не каждый человек может понять мою профессию чем я занимаюсь и не мог каждый не может понять мои амбиции то что я хочу стать там крутым продюсером на в будущем для них это какие-то несерьезные возможно несерьезные вещи и до конца не понимают сферу и это наверное поменялось с моментом когда я нашел девушку из моей сферы потому что у нас цели примерно одинаковые мы хорошо понимаем сферу друг друга ну как у вас ты понимаешь ее работу она понимает твою работу я не думаю то что если обычная девушка из там другой сферы она поняла бы твою сыру почему ты пропадаешь неделями в другом городе до за городом снимаешься где-то ночами на чайми расскажет иметь кутана ксана условно условно говоря а когда ты в одной сфере у тебя есть понимание куда она двигается ты понимаешь что чего она хочет чего ты хочешь если это плюс есть а плен до минусы готовы ли ты жить его родители это это для меня очень сложно вопрос потому что даже в отношении будущего отношения я не могу на него ответить я не знаю я с одной стороны всегда раньше думала да я смогу жить с родителями почему и не почему бы и нет тем более как бы я достаточно коммуникабельный человек и мне в принципе не сложно найти общий язык с кем-то я очень хочу уважать и любить родители своего мужа также как и своих это правда я очень хочу чтобы они ко мне относились хорошо чтобы чтобы и я к нему чтобы у нас не было такого вот стереотипного как кошка собак и там я хочу чтобы у нас все было чисто предельно но я же не знаю какие мне попадутся родители мужа и я не с не я не хочу сказать что там родители мужа плохие так далее но я знаю что двух хозяек на одной кухне не бывает какой бы хороший не было твоя мама там я не знаю самый прекрасный человек самый добрый человек но двух хозяек мы даже вот я с девочками живу в одной квартире мы даже с подругами лучшими ругаемся из-за бытовухи потому что ну вот ты представь просто уходишь замуж да у вас начинается период бытовухи вам вдвоем ужиться сложно с мужем начинается ругань и так далее а тут еще если стревают его родители стревают родители очень часто вот реально у меня очень много знакомых которые развелись именно из-за того что там я не знаю влезала заловка свекровка там я не знаю поэтому а лезть они по-любому будут потому что обычно мамы они начинают то ли ревновать до своего сына то ли еще что то поэтому я не знаю я хочу чтобы у меня с мужем все было очень хорошо чтобы я вышла замуж один раз и не разводилась вот и поэтому я не хочу чтобы нашу жизнь это вмешивался на я не говорю о том что нужно их там все попрощаться да все там до свидания у нас своя у него своя естественно никто не говорит о том что не нужно навещать можно приезжать хоть каждый день в гости привозить внуков то не знаю там забирать их на совместный отдых но жить мне кажется нужно отдельно это во благо всем у него другие понятия не смотри у всех парней мышление другого да просто мне было интересно послушать именно со стороны девушки потому что мы всегда свои думаем о своих родителях в первую очередь я как например младший сын приговор мне тайма дедой то что я буду жить с родителями и я ну ты не можешь отпустить своих родителей потому что в принципе мои родители в возрасте ты просто думаешь ту картину когда они дома одинокие не могут какие-то бытовые если в возрасте да тогда я согласна да там пожить с ним чтобы помочь по дому элементарно если мама сама не может там да то есть она у нее там встава болят или еще что то есть она сама физически не может то естественно да я не говорю что нужно и бросать там все живите как хотите в таком случае да но если ничего не мешает и они могут сами прекрасно справиться да и самим комфортно в принципе то зачем силу ингламины минимум кшкин и кельским конечно я сказала да а то надо меня не 9 коммуниза после меня двое братишек маленькая сестренка я все равно долго не буду жить с родителями насилы года два может быть три это зависит от того как как быстро захочешь младшим братишкой жениться да вот но в то же время на мне нету прямо такой такой ответственности чтобы я был с родителями обязательно такого на мне нету и мои родители не не против такого чтобы я жил отдельно но меня не опускает одно все равно это мои родители я не могу так поступить чтобы просто взять и уйти да если бы встретилась такая девушка которая не согласна с этим ну ладно это ее это ее выбор да я не стал бы там уговаривать или еще что-то но ни в коем случае не заставлять и так что в мин у лэм эргэм нэм эргэм дэ кузня айгурнер кузня дэвгут поэтому важно очень сильно найти своего человека в этом плане у все равно у всех же разное мышление и очень важно найти единомышленника в этом плане поэтому на самом деле я хочу чтобы мы же пожили с родителями какое-то время если бы я был младшим я бы я бы ни за что конечно да не ушел бы потому что это как-никак это родители нельзя их оставлять они живут ради нас они жили ради нас а девушки как-то 100 лет ну это уже не вас неравноправие не понимаю девушка даже если одна она там уходит в чужой дом оставляет родители а мужчина это даже не ценят что оставляет своих родителей и помогает твоим родителям а мужчины многие не ценят это ну нельзя в одну глубинку до всех вести нет многие говорили но смотри я не так мудр в этом плане и не так много пожил чтобы говорить какие-то вещи но я скажу я скажу только со своей точки зрения нужно всегда разговаривать с родителями когда ты заходишь в дом чтобы это не было на обозь мама это наша семья это ваша килинка не стоит видеть ее как рабыню потому что не хотите нашего развода быть мудрее нужно предупреждать и маму и папу просто многие семьи это не обговаривают они заходят в семью и говорят будь как будет нормально все сложится но за последние три года я не буду еще врать у меня женилось примерно 10 друзей из них развились шестеро и все 6 развились из-за конфликтов хеленьки и и нежки да и почему у них случилось это в основном момент то что они не обговаривают и многие мамы но мамы начинают ревновать своих детей она начинает плакать я приехал в твой дом из-за тебя а ты не можешь меня поддержать здесь по идее не девушка а мужчины очень сложно потому что он не может разрывать да потому что это твоя родная мать с другой стороны женщина которая бросила всю свою семью всю себя тебе посвятила и приехал в твой дом и здесь нужно говорить ну мое личное мнение я не говорю то что это истинно нужно сказать не хотите развода твоя мама не хочет твоего развода так и твоя жена просто пусть поговорят обсудит какие-то моменты почему так это так чтобы они больше сработать это бытовуха но смотри ведь ты же принимаешь человека со всеми его минусами со всеми его родственниками там еще ты же знал на что идешь да почему кто-то со стороны должен подстраиваться под вас нельзя это отпускать на самотек все же хотят хорошей счастливой жизни нужно просто это обговаривать если ты живешь с родителями ну в моем случае я буду жить я это уже на на этом этапе обговариваю чтобы так какого не было потому что сейчас к сожалению очень много разводов в нашем возрасте не могу понять почему это даже не то что родители есть такие другие моменты финансы и так далее но по сравнению с прошлым очень много разводов 50 процентов это каждый второй у каждого 2 развод молодые люди многого не понимаем в быту в семье и нам нужно это уже как-то впитывать это мое личное мнение а потому что люди встречаются и думают что подходят друг другу но жить вместе с ним другое совсем другое поэтому я в какой-то степени поддерживаю гражданские браки потому что в какой-то степени тут очень сложная ситуация потому что жить гражданском браке значит быть близкими друг другу что опять-таки по нашему менталитету не вас правильно да но чтобы человеком действительно понять вы живете или нет нужно пожить друг другом просто встречаться и жить это разные вещи абсолютно и человек думаю что он не подходит но потом проходит время и он понимает господи а в основном потому что после свадьбы слетает маска всегда вот и сколько да со знакомыми разговаривают тоже мне говорят до свадьбы она была другой или он был другим после свадьбы все расслабились все сняли себя маски мужчина перестал стараться там ухаживать и делать женщину счастливей своей то есть он думаешь что все она моя и мне ничего нужно не ну не нужно делать и не нужно стараться в принципе женщина же начинает переставать до ухаживать за собой пилить его там это не то то не то я считаю что просто в этой ситуации нужно быть мудрее самое главное для меня это мудрость я сам по себе достаточно мудрая девушка несмотря на свои годы и я хочу себе мудрого партнера чтобы мы благодаря нашей общей мудрости понимали друг друга до сохранили брак и не разрывали то есть не обрывали сразу концы а всегда пытались как-то обойти эту ситуацию вот и не важно не быть конфликтным человеком и скелетер кодажа о съемке бас ларге дед белзинише дару прикол вот карина светит бюджетт бюджет бір осы абай кунан баев брус вип казашка деген аймен кетватыр и энц ондэ аймен кетватыру я этот как бы сейчас с этим сталкиваетесь то что у вас запомнили в одном В общем, он не знал. В общем, он говорит, что это. А ты? Вип Казашик. Я там поговорю, что в Инстаграм посты у вас был. Ну ты же понял же это Ну смотри да грубо говоря ты из-за твоего образа возможно я тебя в жизни до этого особо не видел да мы пересеклись когда я работаю редактором один день и все но по твоему образу такое мышление то что даже твоим по твоему возможно Инстаграм чисто такая вип-казашка которая очень везенчевый канал приходишь такая весел открытая девушка которая может пообщаться просто поугарать и например у тебя так же Салам алейкум ой да мог толомать не рел сынар арсу и ваше хангизи сонды сонды кейп-калатта брақ басқа синдердің сөйлеген деердің образдан сонмен кәзір қалай болжатыр синдердің бірдердіңге Вообще у меня просто видишь у меня и до этого были отрицательные роли роли стерф и лавантеры это проект который ну охватил большую аудиторию и даже если по да у меня просто еще такая такой сервы и плюс еще и там если реально посмотреть мой инстаграм можно фотки полистать там мало фотографий где улыбаюсь а потому что это с половина года ходила брекетах и в принципе у меня просто образ стервозные и все я в этом не виновата и не виновата в том что я что я родилась такой внешностью стервоз мне нравится что у меня именно такая внешность потому что я считаю что это классно когда ты снаружи стерва внутри такая вот открытая веселая простая и вот кстати когда многие пишут мне в комментариях типа нау луиза сорла нау луиза хан шах нау луиза андай мандай джекурем луиза на неге осындай хас хочется сказать спасибо первое время меня это жутко бесило раздражало но сейчас я я читаю мне хочется сказать спасибо за то что значит я справилась справилась в своей роли хорошо что меня люди возненавидели действительно что мне реально даже знаешь не в ю тубе в комментариях пишут да вот под фильмом а мне в дарик а в личные сообщения карина да сенсор лосон сенеги вот зари на минусе тут не не стебна мандо нам но я думаю собр собр но блин на самом деле реально я всегда говорю всем я захожу прямые эфиры в инстаграме или там с кем-нибудь общаюсь всегда все удивляются ты оказывается не стерва ты как с нормаль ты такая классная девчонка хотя со стороны я даже просто иду и у меня взгляд холодный сам по себе то есть я там иду не улыбаюсь и люди думают у фу блин она стерва там какая-то хотя со мной нужно просто пообщаться от этот и тогда ты поймешь какой на самом деле человек и я всегда говорю всем что как вы ошибаетесь на самом деле это просто мой образ и сейчас я вот смотрю даже в комментариях читаю многие пишут уже по-другому типа нет луиза только в кино такая стерва она на самом деле в жизни очень хорошая девочка вот так вот а у тебя как часы конечно я тоже таким сталкивался сталкивался но по-моему населем надо да зритель хочет верить что такое же что он такой же как и в кино допустим ему понравился ну у нас же тоже так допустим какой-нибудь герой понравился там кино фильм и ты хочешь верить что в реальной жизни все так же что там герои любовники все это там вместе хочешь верить что что у них все реально также целуются да так же и вот и маганда жазат нас шинминда аман минка шарта у состорон избар вы реально в школе так вели себя вы что он издевали что вправду издевались над учителями в школе и и калфажировал ну конечно понимаешь что бортоксанның курильмендер и олара джаз и и стараешься объяснить объясняешь что все таки реальная жизнь и кино это совсем разные вещи говорят же в кино как в жизни но Жизнь – это не кино. Так что, я не могу сказать, что я актер, она актриса, она в этом фильме играет стерву, я играю бандюгана, я могу в следующем другом кино играть совсем другого человека, романтика, еще кого-то, она может играть вообще героиню. Суперскую. Суперскую. Мы сомневаемся. Героиню Суперскую. И вот, актер Уан Гин, конечно, охота, чтобы зритель нас запоминал не по одной роли, не по одному характеру, а многогранному, чтобы они говорили, о, вот, Карина, вот, а ты знаешь вот эту роль ее с ним? Финансист, допустим, нет, она Браток Санда вот такая. Финансиста рекламная. Финансиста рекламная. Да, Браток Санда она была вот такой, а вот эту роль ее еще не дам. А когда тебя запоминают только по одной роли, это, конечно, немного уже тормозит. Допустим, не только, ладно, мы, да, начинающие актеры, а ты знаешь какую-нибудь роль Безрукова, кроме Саши Белого? На роль участкового. Ну да, ей-ка роль. Участ... не да, да, как этот фильм назвался? Участливый участковый? Да. И вот только, а он снимался, никто так много в кино, наверное, сейчас не снимался, как он, да, в российском кино. Но его зритель как-то запомнил, да и сам я и хотел бы, конечно, когда-то, чтобы он был как Саша Белый, там, туда-сюда, это, вот, это яркий пример, допустим. Вот, поэтому хочется, чтобы зритель больше вникал в кино, чтобы зритель больше вникал в жизнь актера, чтобы они интересовались человеком не как Аманом по роли, а как актером, как личность, понимаете? Ну, в этом же роль играет тоже внешность, потому что в нашем обществе принято судить по человеку по обложке. Например, у меня даже так же было, я человек, который отучился в казахской школе, ходил в спортивную школу, у меня был говор, такой, видишь, чуть-чуть казахпайский, а у меня лицо такое было смазливое, волосы такие зачёсанные, и у всех был диссонанс, когда начинаю разговаривать, и мат начинает литься из меня, и говорят, как ты думаешь? Был диссонанс, и все они не хотели принимать эту истину, потому что я такой, ну, блин, моё создание такое, я, нет, я раз, сон, я был за метипки здесь. С тобой были другие ассоциации у них. Да, уезжал на соревнования по дзюдо, у всех было ощущение, что я не дзюдоист, а какой-то пацан, который воду носит. Общаться по-другому, и все говорят, почему ты так общаешься, ты же должен так общаться, и поставили уже на меня клеймо, то, что я должен таким хорошеньким, добреньким вот так, но я не такой человек, просто внешность мне дали, как в твоём случае, ты же говоришь, мне дали внешность стервы, но не значит, что ты стерва по сути. Просто не нужно человека судить сразу по обложке, потому что я знаю нашу Алму из Бертухсана, Алма и Зарина – это два разных человека, вот, даже ты не так сильно расходишься своим образом, Алма – это другой человек. Да, я раньше, если честно, я, когда вот только начали с ней работать на первом сезоне, я думала, что она в жизни такая же, как и в роли, судя только по её внешности, всё, я думала, ой, она такая же, как и Зарина, по характеру, но когда я её вот с каждым днём всё больше и больше узнавала, и вот эти выходки новые и новые, я думаю, господи, это просто два разных человека. Но это доказывает её профессионализм. Да, вот именно. И никогда нельзя вот судить, действительно, ты там смотришь роли и говоришь, ой, блин, я так люблю Зарину, мне так нравится, а вот Луизу я ненавижу. Или там говорить, я так люблю там Луизу, она такая стервая, я ненавижу Зарину. То есть нужно тогда уж говорить, что мне нравится там Зарина, ой, Алмагуль как актриса, да, там, а Карина мне не нравится, или наоборот. То есть оценивать уже не как персонажа, а как личность, как актёра, как артиста, критиковать, обсуждать. У нас каждый второй критик. Просто не знаю, я человек, который робот тоже в этой сфере, что-то снимешь, всё. Первый комментарий – это негатив, потом уже позитив появляется. Ну, люди любят кого-то критиковать, назить кого-то, сразу обливать негативом, хотя ему от этого не кайф, надеюсь. Как бы ты не был бы человеком подготовленным, это по-любому в маленькой степени тебя трогает, что каждый человек должен думать, это ладно, ты написал пару комментариев, но это человека трогает, это неприятно. Некоторые могут тупо из-за этого депрессивовать. Просто у нас нет такого мышления у многих, то, что я могу кого-то обидеть, что-то чувство задеть. Всем плевать такое ощущение. Наши еще герои за экранами. В жизни попробуй вот так вот кто-нибудь к тебе подойти и сказать в лицо свою критику и недовольство. Никто не подойдет и не скажет. Мне в жизни никогда никто в лицо конкретно не говорит по факту, вот ты там такая-то, да, мне не нравится вот это, вот это, вот это. Никогда в жизни ко мне не подходили. Все могут только писать в инстаграме, там, в социальных сетях, где-то за экраном, когда тебя никто и не видит, еще из фейков, там, создать какой-нибудь фейк, там, многоточки, там, что-то, что-то, и писать тебе комментарии. А на самом деле так в жизни никто тебе не подойдет и не скажет правду. Под этим выпуском напишут. Ситят три казаха разговаривают на русском. По-любому джазат. Или вот рат, а нам тұрғый сып, нам дай. Ну, тебе же от этого ничего не поменяется. Зачем тебе это писать, джиба скребить человеку? Можно насчет этой темы я скажу? Насчет, типа, сен казахсын ба, казахша сулей, депо, оно много. Мен казахпын. Бірақ, бірінші сыныптан бастап, он бірінші сыныпқа дейін, мен орыша оқығам. Судан кейін универге мен орыша түскем. От басында орыша сөйлем көбінесе, достарлар мен орыша сөйлем. Поэтому мен уже орыша үрінп қалдын, мабден. Енді, это не значит, что мен казахша түсінбейм, мүлдейм. Мен казахпын, мен казахша жақсы түсінем, сөйлейм. Енді жобаларда алам казахша, кену аргатусем казахша. Поэтому, пожалуйста, не надо судить человека, осуждать его за то, что он казах, и он не знает казахского языка. Я не горжусь тем, что я казахка и разговариваю на русском языке. Но просто так получилось, что я всю жизнь проучилась на русском и уже выросла в той среде русскоязычной. Поэтому казахша мне немножко сложнее, чем на русском. Поэтому я разговариваю больше на русском языке. Я вас очень прошу не осуждать людей, которые разговаривают на русском языке. Не нужно быть националистами и обижать, и осуждать просто за то, что человек вырос вот таким образом. Поэтому нужно просто, мне кажется, толерантными быть. У нас это очень мало развито. Не все у нас толерантны. А нужно быть толерантными и входить в положение каждого человека. Спасибо. Карина выплакала сегодня. А вы сказали? Это мы даже обсуждали в прошлом подкасте, потому что, как тебе сказать, мой русский, он не так идеален, как хотелось бы мне. У меня есть какой-то акцент, да, говор. Но я всегда говорю, это для меня, для человека, который вырос в казахоязычной среде, для меня это чужой язык, который я стараюсь как-то освоить, разговаривать. И для тех же людей, которые выросли в русскоязычной среде, но не знают казахский язык, не стоит их обвинять. Говорит, баса, пельмисын, ид пиусын. Да, но при этом, да, нужно человеку учить казахский, потому что это язык родной нашего народа. И по-любому, тупо ты должен думать то, что в работе он тебе пригодится. Но знаешь, почему многие люди не учат его? Потому что у нас вот такое есть хейт и крылька мазах. Тебе можно сказать, что казахский язык, когда он говорит, что он все время говорит, что он начинает тебе просто приколы кидать. И тебе неудобно, и ты думаешь, лучше такое переживать, я не буду разговаривать на казахском. Да, конечно, есть хейт, а есть обоснованная критика. Если это обоснованная критика, конечно, его нужно принимать во внимание, и надо работать с этим. Но когда хейтят, когда абсолютно необоснованная, какие-то просто, чтобы просто сказать плохие слова, чтобы просто сказать, это, конечно, очень ужасно. И я считаю, такие вещи вообще даже во внимание брать не нужно. Просто нужно... Конструктивную критику нужно, а деструктивную нет. Нужно как-то относиться к этому, чтобы с такой стороны, что не надо опускаться до этого уровня. Чтобы ол адаммен сен козыр орсасын, оған джазасын, ол тағы саған джазасын. Осын ол он астана бір... Сен бірмесін да, жо кменс. Ол он уақтынды кеттір. А ол оның арқасын на бұрыд кайфовать. Сен ол ауа уақтынды бөлеватсын, понимаешь? Да. Сондықтан, менің ойымша, әр адам өзінің даму шеңберіне қарай бүреуге критика айтады, бүреуге сөз айтады деген сияқты. Сондықтан, егер сен оны жөн санап тұрсам, хейтты өзіне прям жаныңа жақын санап, оны ойланып, демек сен өзің ол сондың даму шеңберін десің оның ішінде. Ал оның бейік тұрған адам оған дажып. Мен де бермейті үшін керек. Мен әді, күсатен, не болав лавандиоруға... Дақсан седа, айтпесмен, еңшім олмай кетті. Мен лавандиоруға түсіпеген себебім басында хабарластын маған, проект болады, осындай-осындай уақыт қалет. Ол уақыт жақындағын сайын, ешкім аған хабарласқан жоқ. Сөйтіп, мен өзіміз оңдадың, проект өшіне болмаға, маған аржақтан тағы ұсыныстар түсіп жатыр жаған басқа проекттерден. Кәссенке шақырат бармайым, өткені мен де проект тұр. Оның үшінде бұл проект беліксіз болды, түсіреймің, түсірмеймің өйткені мен серісті бұл жаңағы ұрқсат алы беріп құлылығыр. ұрқсатты, аламай жатты продюсерлерді, ол маған айтты. Сөйтіп, меніңді сеніп қаламайым бұл проектке, арғай жыл жыл көрек. Сөйтіп жүргінгізе, маған, жаңа, қазір мен сұрғатқан проекттен қабарласып, шақырып, бастырылғы шақырды. Сөйтіп, ол жерге өтвержат еткенен кейім барып, біртоқсанын зұландап, жаңа, сөйімкі болатын бұл деп айтты. Бірақ мен ұжы, сіздер кешіктіңіздер, қатяп долғырға отыр бірек. Сөйтіп, ал, одан бөлек басқа бір жаңағы Зарина мен жүрген өкен, содан кейін еке айырлысы кетіп жаңағы ол түс күсігеме қалып деген әңген оны бәрі өйтірік. Маған алдында бір видео жібердік, дәйретке, ютубтан біртоқсанға реакция жазы жүр өкен бір, екі блогер. Сөйтіп, солардың нарискасын жібертті жаңа фрагмент видео айтыпатыр. Аман екінші сезонда бұмайды екен, осындай осындай. Оның бұмау себебі мүмкін мұнада шығар деп жаңа Зарина мен жүрді, ол екең айырлысып бетті, ұзақ жүрген жоқ бірақ деп сонда еңгіме. Біз ашығын айта кетейін, біз Зарина екеңіз бір гүнде жүрген жоқ біз. Бірақ, ұнады мааса? Зарина маған қызы ретінде өте қаттыңайды. Неге ол маған намау керек? Ол өте жақсы қысы. Сондықтан, менің айтарым, біз Зарина екеңіз, дос ретінде бірірімізді, Алмағүл өкеміз. Алмағүл өкеміз. Өзім айтып атамуғы жүрген. Алмағүл өкеміз бір-бірімізді дос ретінде өте қатты селаймыз. Өзің айтып атамуғы жүрген. Алмағүл мен Зарина екеңің арасы жермен көктей. Оның кейіп кермен, өзің өмірдегі Алмағүл жермен көктей. Сондықтан, мен өлкен профессионал ретінде өзің үшінің маман ретінде өте қатты селайым. Өте қатты құрметтейм. Біз өте жақсы дос біз. Лавантерда түспегінде Алмаүл деген қаттысы жоқ. Ардянда түспіт. Ардянда түспіт. Ардяндаған 20 семь им для түрTM жермен келер. Настрофнята бәріленгі қаттай کے біслет скалы дге. Түспіттің кетігін заняти cueл арасы жоқ. Сө aoға cordsJO ландия түремел көле ретort. Ардянда түспіт. Ардяндайты sun свой айт OMoa. Ардянда түспітпейін бар түшін ишін сем rival. Но если кто-то третий сезон, то мы говорим о Ламонтере «Субжатар». Кто говорит, то Луизон. Ну если честно, мне больше понравилось во втором сезоне. Знаешь почему? Потому что у меня полная занятность была. У меня полная занятность, потому что я есть в каждой серии. И в первом сезоне меня было мало. Ты походу и в первом сезоне так сильно общалась с составом? Да, я не очень, если честно, общалась. Я в принципе ни с кем так не общалась, чтобы там типа подружки, то сё. Ну так мы увиделись на площадке. Ни с кем не конфликтовала, ничего такого не было. Но и как-то не сблизилась особо. Потому что даже когда они собирались на какие-то… У них были там тусичи, там сборы. Шахарда, но я никогда не ездила. У меня не получалось. А в этот раз, в этом сезоне мы жили в СДУ неделю. Все вместе, в одном хостеле. Там уже хочешь не хочешь сблизишься. Там уже реально 24 на 7 месте проводишь. Кстати… Ну да, «Бертоксан» – это уже не просто проект, это семья. Да. Огромный состав этот. Все ребята очень родные. Мы сказали… «Бертоксан» – это уже не только проект, но и зрители сблизились. Потому что проект реально залетел. Все начали говорить «Бертоксанский ребят», «Бертоксан» – «Бертоксан» – «Бертоксан»… Потому что после семья «Бертоксан» мы особо не общались сене, потому что в WhatsApp-тах группа тарышал. А вот когда он вышел на YouTube, YouTube – это в целом. Он там читал сферы, где они другие видео, группа беременнер. Группа – это бизнес-рите. Или группа беременнер. Абонеджер мы работали без него с валахом. Их реклама, на то что мне в январь вечерки в январь облана. Например, я теперь делаю. Я приезжаю. Я его встречаю. Я не знаю. Я рекомендую. Это не забыло. Я не знаю. Вот эта группа идет в split под... Ваттап-тах группа. А, да, да. У вас есть есть правая группа. Здравствуйте!